Сегодня в Чувашии начал работу молодежный форум Крым, Чувашия, Севастополь. К нам приехали представители органов власти национальных культурных объединений Чувашии и Казачества. Согласно переписи населения 2014 года в Крыму проживают более 2,5 тысяч Чуваший. Недавно на полуострове была создана национальная культурная автономия. Наша задача это объединить всех наших Чуваший, которые проживают в Крыму, пройти, сохранить традиции, чувашский язык, культуру чувашского народа. В перспективном плане мы хотим открыть школу чувашского языка. Тем более сейчас мы очень хорошо отношения наладили с ЧГО. Будем наших выпускников средних школ отправлять сюда на обучение. Молодежь более активна и всегда готова к диалогу. В программе форума дискуссионные площадки по различным темам. Образование, молодежная политика, экономика и предпринимательство, культура и искусство. Уже удалось договориться с Чувашским государственным университетом. Предполагается обмен студентами. Говорили на форуме и о возможных экономических связях. Неплохо вернуться к организации отдыха в Крыму, ведь когда-то многие предприятия имели возможность сделать это для своих сотрудников. Что все знают о Крыме? В первую очередь Крым это уникальная, конечно, географическая, природная территория. Это и горы, и степи, и море, и леса, и поля. Это не только рекреация на самом деле. Не только оздоровление. Хотя, конечно, в первую очередь все едут в Крым отдохнуть. Конечно, я приглашаю всех в первую очередь именно отдохнуть в Крыму. Но мы сейчас с помощью в том числе и субъектов Российской Федерации, и при активной помощи Чувашской Республике, за что еще раз большое спасибо, развиваем и другие отрасли экономики. В составе делегации Крыма представители казачества. Они тоже уже выстроили совместные планы с местными казаками. Будем совместные военно-полевые лагеря проводить, так скажем, кадетские классы организовывать. Потом у нас планируется большое мероприятие. Мы же входим в Российскую Федерацию спорта конного. Ну, а в этом году планируется в городе Севастополе на базе Байдарской долины провести всемирные конно-спортивные игры. Соглашение о сотрудничестве, подписанное в прошлом году главами регионов, принимает реальное очертание. Предприятие Чуваши участвует в поставках изделий для строительства энергомоста, организации школьного питания, композитных материалов. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Олег Якимов, Республика.